Здравствуйте, это новости на канале Арт-Виа и в студии в Нью-Йорке Лиза Каймин. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях, которые происходят сейчас в мире, в этом выпуске. Пятница гнева в Израиле. В столкновениях между палестинской молодежью и полицейскими у мечети Алякса и на западном берегу пострадали несколько человек. У нас есть сердца, но есть и головы, заявил премьер-министр Хорватии, комментируя отказ республики принимать еще больше мигрантов. Устрица не ловится, не растет омар. Крымский фермер, который разводит экзотические морепродукты, жалуется на бюрократов. Чемодан-вокзал Куба. США отменяют очередную порцию санкций против так называемого острова Свободы. Туда скоро смогут отправиться американские предприниматели. И что может вылечить французский поцелуй и какое слово звучит одинаково во всем мире? В Гарварде вручили премии за самые нелепые научные достижения и открытия. Начинаем выпуск срочным сообщением из Израиля. В южных районах страны, в Сдероте и региональном совете Шаар-Анегев звучали сирены воздушной тревоги. По данным пресс-службы армии обороны Израиля, по территории страны из сектора газа была выпущена по меньшей мере одна ракета. Информации о пострадавших не поступало. Район падения ракеты сейчас осматривают бригады Цахала. Сегодня же по тревоге в Иерусалим были стянуты дополнительные силы пограничной охраны. В старом городе палестинская молодежь напала на полицейские кордоны. В ходе столкновений пострадали несколько стражей порядка. О том, что происходило в Израиле ранее днем, мы побеседовали с моим коллегой Евгением Совой по скайпу. Добрый вечер, Лиза. Ситуация в Иерусалиме по-прежнему остается напряженной. Сегодня несколько бойцов пограничной охраны получили ранения в результате метания камней и бутылок с зажигательной смесью. Все это происходит на фоне увеличения количества полицейских в старом городе Иерусалима. Дело в том, что вчера руководство страны приняло решение стянуть дополнительные силы полиции в старый город Иерусалима. Сейчас на данный момент там находятся более 5000 стражей правопорядка. Это очень внушительная цифра даже для такого относительно небольшого города, как Иерусалим. И вот, собственно, то, что происходит в последние часы, продолжается беспорядки не только в старом городе, в районе Храмовой горы, но и в так называемых проблематичных районах Восточного Иерусалима. Это район Джабль-Мукабр, это район Армона-Нацив. Мы буквально вчера делали оттуда специальный репортаж и рассказывали о том, как непросто живется израильским гражданам, соседям вот этих арабских деревень. Ну, в израильских силовых структурах говорят, что нужно навести порядок не только на месте, что называется, а ужесточением законов. Премьер-министр Израиля уже заявил о том, что он намерен в ближайшие дни подать специальный законопроект, который ужесточит наказание для коммунитателей и, естественно, тех, кто принимает участие в таких беспорядках. Но пока это произойдет, это как минимум несколько недель, а полиция должна утихомирить ситуацию уже буквально сегодня-завтра. В израильских силовых структурах говорят, что, по всей видимости, беспорядки будут продолжаться, скорее всего, и завтра. Завтра, я напоминаю, суббота, это святой день для евреев. Но, как мы слышим в последние часы, по всем оценкам, по оценкам израильских силовых структур, беспорядки в Старом Городе, скорее всего, будут продолжаться и завтра. Ну, а на следующей неделе наступает Судный день, это самый главный святой праздник для всех иудеев. Поэтому, по всей видимости, количество полицейских в Старом Городе и в Иерусалиме будет оставаться таким большим. И нужно следить за ситуацией, как будут развиваться события, пока сложно говорить. Лиза? Это был мой коллега Евгений Сава из Израиля. Сегодня впервые за последний год состоялся телефонный разговор между министрами обороны США и России. Эштон Картер и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в Сирии. Как сообщила пресс-служба Пентагона, стороны договорились продолжить диалог о способах разрешения сирийского конфликта и борьбе с группировкой «Исламское государство». С Москвой о Дамаске и ИГИЛ готов поговорить и госсекретарь США Джон Керри. Мы надеемся, что переговоры пройдут в ближайшее время и помогут определить различные варианты действий. Отмечу, что наш приоритет — это уничтожение террористической организации «Исламское государство» и политическое урегулирование в Сирии. И то, и другое, на наш взгляд, невозможно, пока во власти в Сирии находится Башар Асад. Тем не менее, мы пытаемся найти дипломатическое решение этого кризиса. Мы работали над ним и ранее, но в настоящий момент ситуация изменилась. К ИГИЛ добавился миграционный кризис. Напомню, ранее Пентагон выразил обеспокоенность фактам переброски в Сирию российского оружия и военного персонала. Москва эту информацию подтвердила, заявив, что действует в соответствии с международными законами и подчеркнув, прямого участия в военных действиях россияне не принимают. Сегодня же газета Wall Street Journal со ссылкой на источники Министерства обороны США сообщила о том, что Россия доставила на военную базу в Сирии первый боевой самолет. Европейские страны, принявшие за последние недели рекордное число беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, исчерпали ресурсы гостеприимства. Хорватия объявила о закрытии большинства дорог, ведущих к контрольно-пропускным пунктам на границе с Сербией. А Венгрия, отградившись стеной от Белграда, возводит новые заборы, теперь и на границе с Хорватией. Все подробности в материале Валерия Кипелова. Кризис, вызванный массовым притоком беженцев в Европу, способен привести к расколу ЕС, полагает вице-канцлер ФРГ. Зигмар Габриэль заявил в газете Bild. Немцы предоставляют беженцам спортзалы и казармы, собирают одежду и размещают их в своих семьях. А в других странах на границах устанавливают заграждения из колючей проволоки и закрывают переходы. Вице-канцлер вопрошает. Германия помогает, но кто теперь поможет Германии? На пределе своих возможностей оказалась и Хорватия. Это балканское государство больше не может принимать и переправлять новых мигрантов и беженцев, заявил сегодня премьер-министр Хорватии. По словам Зорана Милановича, под угрозой оказались экономика, туризм и система транспорта страны. Мы больше не можем. Недовольны ухудшением ситуации и в Сербии. Из-за почти круглосуточного потока беженцев, хорватская полиция перекрыла 7 из 8 пограничных переходов в Сербии, за что Белград пригрозил Загребу международным судом. В результате блокирования дорог у границы скопились десятки тысяч мигрантов и беженцев, но путь на запад и север для них закрыт. Теперь они могут вынужденно остаться в Сербии на неопределенный срок. Перегружена и Греция. Сегодня в один из местных портов прибыл целый паром с беженцами из Сирии. На борту 2,5 тысячи мужчин, женщин и детей. Мы не знаем, что будет дальше. Нам еще предстоит достичь пункта назначения. Пока мы бежим от ужасной ситуации в нашей стране и многие наши родные все еще там. Дальше будем действовать по ситуации. Я направляюсь в Германию, а потом в Финляндию. Я очень счастлив этому, а моя родина, ее больше нет. Вот я прибыл сюда и гадаю, какая страна даст мне убежище, приютит. Где я окажусь в итоге, не знаю. Может, в Германии. В Международном валютном фонде сложившуюся ситуацию называют гуманитарным кризисом экстраординарных масштабов. И уверены, что жизнеспособного плана по разрешению кризиса у Евросоюза нет. Коллективный выход из кризиса надеются найти на экстренном саммите ЕС, который намечен на 23 сентября. Впрочем, на Западе уверены, бороться надо не только с неконтролируемым наплывом мигрантов, но и с организаторами этих потоков. Иначе вся борьба и помощь — это сизифов труд. Валерий Кипелов, телекомпания RTVI. Компания «Электрические сети Армении», скандально известная своим решением о повышении тарифов, может сменить владельца. Причем, как сообщают местные СМИ, сделку о продаже уже одобрило правительство Армении. По некоторым данным, покупателем является известный российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян. В прессе фигурирует цифра в 500 миллионов долларов, большую часть из которых около 300 миллионов придется направить на погашение долгов электрических сетей Армении. Отметим, что сам предприниматель информацию о покупке пока не подтвердил. Политологи в Ереване опасаются, что в случае передачи акций компании новому владельцу очередное повышение тарифов на электроэнергию в Армении неизбежно. Лидер общественного движения «Нет грабежу», выходивший на улицы столицы республики с требованием о снижении цен на свет, считает, что в любом случае у армянской стороны должна быть возможность контролировать работу компании. Компания, которая должна была получиться где-то в год на уровне 12 миллиардов или 15 миллиардов драмов, это если считать по курсу, тогдашним курсом или сегодняшним курсом, это на уровне 40-50 миллионов долларов прибыли. Каждый год получает наоборот 40-50 или 30 миллионов долларов в минус. И в этой ситуации находится желающая компания, которая хочет покупать. Я тоже резюм пока не вижу. Эта продажа для нас сейчас какая-то загадка, потому что продают стратегически важный объект, но никто не знает, кому продают и что он будет сделать с этим. Для нас важно, чтобы в Армении была контроль над электрическими сетями, потому что то, что мы сейчас имеем, это причина того, что Армения не контролировала этот объект, скажем так. У Армении не было возможности. Импортозамещение в России это не какой-то фетиш, как заявил сегодня президент Владимир Путин, это новый путь развития страны. Вот это так называемое импортозамещение не является для нас каким-то фетишем. Речь идёт прежде всего о наиболее важных технологиях, технологиях двойного назначения. Но и потом я уже говорил об этом публично, хочу повторить и у этой аудитории, что такое импортозамещение в той логике, которую мы сформулировали и по которой мы идём. По сути, это развитие высокотехнологичных производств в своей собственной стране. Вот что это такое. Мы так или иначе всё равно должны этим заниматься, должны были бы это делать. Но сейчас будем делать просто с ускоренной силой и с двойным эффектом. Импортозамещение в России сегодня один из самых модных лозунгов. Всё чаще приходят сообщения о новых достижениях местных фермеров и аграриев. Уже научились готовить пармезан, моцареллу и хамон. Как заявил министр сельского хозяйства, на полное замещение импортных продуктов уйдёт не менее 10 лет. Однако, как выясняется, полному обеспечению российского рынка заграничными деликатесами мешают сразу несколько факторов. Это и контрабанда через дружественную Беларусь, и откровенный бюрократизм, который уже много лет мешает осуществлению любых планов. После аннексии Крыма Россия получила на своей территории ферму по разведению устриц. Но импортозаместить заморский деликатес всё никак не удаётся. Специальный репортаж из Крыма. Запрещённый товар устрицы и мидии в России с недавних пор большая редкость, как, впрочем, все заморские деликатесы. А потому этот небольшой морской огород, расположенный в аннексированном Крыму, привлекает особое внимание. Всё дело в том, что устрично-мидийных хозяйств в Российской Федерации нет. Есть только здесь. Эта ферма в районе курортного посёлка Коцевели обеспечивает устрицами и мидиями лишь сам полуостров. Бизнесмен Сергей Кулик создал это предприятие 10 лет назад. Взял в аренду участок в море, купил лодку. Бизнес оказался рискованным и трудоёмким. Морские деликатесы растут не сразу, срок не менее трёх лет. За это время большая часть крайне привередливого продукта гибнет. Если миллион маленьких штук закупаем, то за 3-4 года гибнет 60-70%. То есть выход 30-35%. К сожалению. Вот почему цена ещё высокая. Себестоимость будет очень высокая. Но это качество хорошее. В этом сезоне фермер получил 15 тонн мидий и около 50 тысяч устриц. Эти цифры могут быть в разы больше, говорит бизнесмен, но при условии расширения морской плантации и строительства береговой базы. Предприниматель обивает пороги кабинетов чиновников, но разрешения нет. При Украине у меня были проблемы, я их не мог решить два года последние. И уже год при России я также их не могу решить. Потому что чиновники-то остались те же самые на местах. Поэтому менталитет надо менять. Вообще тут, честно говоря, болото. Это болото надо, конечно, высушивать. Иначе будем вязнуть в этом. Любое хорошее дело, начало, оно будет вязнуть в этом болоте. Поэтому, к сожалению, это и есть контактная факта. И я могу сказать так, что за 8 месяцев хождения по... Вместо того, чтобы расширяться и увеличивать объёмы производства, я хожу по кабинетам. Вот здесь владелец аквафермы планирует оборудовать так называемое «мини-море» — устричную медийную базу. Но это только в планах. А в ближайшей перспективе вполне осязаемая угроза ликвидации предприятия. Кулик никак не дождётся разрешения на использование акватории по вес воздухи и договор аренды на земельный участок. Ведь документ нужно перезаключить по законодательству Российской Федерации. Но в присоединённом Крыму почему-то все подобные процедуры превращаются в хождение по мукам. Если в течение двух месяцев, сегодня у нас сентябрь, если до ноября месяца вопрос не решится по акватории и по земле, то есть по береговой базе, я вынужден буду закрыть единственную медийную устрицную плантацию в России, которая подошла к промышленному выращиванию устрицы мидии и которая готова к программе импертозамещения. Я вынужден буду это закрыть, потому что дальше развиваться невозможно. На коленке я больше делать не хочу. Местные чиновники проблемы предпринимателей замечают. Более того, публично признаются в своей неэффективности. Впрочем, дальше похвальной самокритики дело не идёт. В 2014 году приняты два важных республиканских закона о развитии малого и среднего предпринимательства и об уполномоченном по защите прав предпринимателей. Приняты республиканские программы развития малого и среднего предпринимательства на 2014 и до 2017 года. В то же время я хорошо понимаю, что условия развития предпринимательства у нас в Крыму пока ещё далеки от идеальных. Малый бизнес не только одна из основных, но и одна из самых проблемных сфер. Работа фондов, созданных в прошлом году в рамках государственных программ поддержки бизнеса, оставляет желать лучшего. Лидеры по производству устриц в мире – Франция, США, Япония, Португалия, Ирландия, Канада, Австралия, Норвегия, Испания и Голландия. До введения российских антисанкций только за 2013 год из ЕС, Норвегии, США и Канады в Россию было ввезено более тысячи тонн моллюсков на сумму почти 14 миллионов долларов. Конечно, бизнесмен Кулик не сможет полностью импортозаместить заморский продукт. Но производство устриц и мидий в промышленных масштабах – задача вполне выполнимая. Иначе ведь надолго затянется эта унизительная борьба правительства и лично премьер-министра Медведева с белорусскими, а на самом деле контрабандными устрицами из французской Нормандии. Чемодан-вокзал Куба США отменяет очередную порцию санкций против так называемого «Острова Свободы». Туда скоро смогут отправиться американские предприниматели. Что может вылечить французский поцелуй и какое слово звучит одинаково во всем мире? В Гарварде вручили премии за самые нелепые научные достижения и открытия. Все это через пару минут на канале RTVI. Оставайтесь с нами.